дорогие друзья то что я сейчас расскажу я дам реальные два реальных два посыла два постулата как привлечь чудеса свою жизнь я хочу чтоб вы дослушали до конца мою мысль потому что когда мы говорим о чудесах хотя каждый каждый на новый год ждет чудеса да вот мы люди так устроены что мы их ждем но когда проходит тот же новый год и мы забываем вы знаете вот то что я сейчас расскажу это что вы прочитаете сейчас появится ссылка вы просто прочитаете неважно будете вы верить или нет важно что вы это будете знать и когда-то попробуйте это обязательно получится то что вы прочитаете 16 лет я продаю я профессионально продаю все проекты я делал сам назову ли я свою работу бизнесом ребят никогда ну какой бизнес 8 суток видео написать там и отдать за копейки наверно помощь вопрос другом что я делаю то что мне нравится почему я это вам рассказываю рассказываю к тому что я жил на кипре я жил минске в питере так получилось что нам женой повезло ну то есть получить появилась возможность пожить просто в лесу нет ни в коем случае я вам не говорю что сейчас бегом все в лес я к другому это рассказываю просто в лесу мне проще работать как-то до хороший удобный дом при этом свежий воздух нет но я не затворник всегда на машине можно съездить город за продуктами куда угодно дело в другом вот сейчас я скажу очень важную мысль вот например 2001 года когда я стал как-то сам влиять на свою жизнь своей своей работой до 2007 года у меня ничего не не получалось 2007 году у меня начали получаться продажи в общем все пошло нормально с 2007 года вы знаете я перепробовал массу технологий на сегодняшний день я просто живу я делаю то что мне нравится помогая людям изучить python жанга то есть стать на свой путь и вы знаете когда в общем случилась такая история просто вы можете отнестись к этому скептически вот представляете приезжает тесть ну и тесть идет в грибы а идет таким образом они они с тещей заблудились и вышли совершенно с другой стороны ну логически так выйти нельзя было я ему говорю а а в этих местах надо конфетку ложить самое интересное вот смотрите насколько играет вера когда человек в лесу оставляет конфетку да то он почему-то начинает находить грибы и не блудить я вас не заставляю верить в мистику не заставляю во что-то верить я хочу констатировать факт не важно кто вы не важно что вы важно что вы думаете о себе и что вы можете это и есть ваша вера вот смотрите тот кто верит что может он действительно может тот кто не верит он может там смеяться прикалываться но в душе он понимает я не могу и зачастую мы видим защитную реакцию у кого-то это наглость у кого-то это насмешки в любом случае например я могу сказать я живу сегодня свое удовольствие мне надо только модем интернет мне нравится обучать людей мне это делать легко я это делать умею потому что у меня есть сильная сторона я умею сложные вещи объяснить просто но давайте вернемся к чудесам я не зря он говорил про веру на самом деле вера это инструмент и она всегда у вас присутствует в любом случае во что-то вы верите когда вы прочитаете статью перейдя по сноске вы поймете простую вещь вернее я не говорю правильно поймете вы или нет вы возьмете это по крайней мере на вооружение сегодня возможно отнесетесь скептически но запомните это а потом попробуйте мои советы включить вашу жизнь рано или поздно вы это сделаете потому что когда я наблюдаю за людьми многие люди бегут как бы по кругу то есть они кто-то много работает кто-то там делает они сами не понимают куда бегут зачастую запутываются а ведь в жизни есть чудо прочитайте пожалуйста подумайте и попробуйте это внести в жизнь это просто это очень просто и у вас обязательно получится я не хочу вас убеждать для меня это работает самое интересное если вы скажете откуда я это знаю просто когда когда вокруг нет беготни то есть я живу в спокойствии я поработал и могу заняться собой своими мыслями то есть пройдет время мы опять переедем в город например да ну хотите верьте хотите нет я вам скажу мне я это узнал от лесовичка самое интересное в него даже верит моя жена я надо я это что это я